Пара советов У меня все в самоделках, я хочу показать вот такой вот, это толстый стержень, карандашный, или может быть даже уголь, вот уголь, да, угольный Мой любимый прием заточки, это вот, ну как вот показать, под таким, под углом лопаточка такая Я очень люблю рисовать именно таким видом, хотя иногда затачиваю традиционно, вот на конус, да Ну на конус мне меньше, между прочим, нравится, просто так затачивать, ну, несколько больше времени тратится, поэтому иногда некогда А рисовать это очень удобно, дает разнообразную линию, от очень тонкой, двумя кончиками вот этими вот До широкой, вот такой вот Рекомендую И часто я использую вот именно широкий стержень такой где-то, до сантиметра, это примерно пастель, там уголь есть Типа как затачивать Ну, для дома, для стационарного, так сказать, заточки я сделал себе две таких вот Господи, как их назвать-то Досточки Вот И вот таким образом затачиваю Не рекомендуется, кстати говоря, использовать, у меня их две для этого, одна для цветных, одна для черно-белых Потому что если мы на черно-белой начнем ее затачивать, то она запачкается Собственно, вот так вот и затачивается, да? Ну и с обратной стороны я вот тут приклеил еще Паралон Это дома Дома проще Кстати говоря, то, что вот здесь вот накапливается, обычно это карандаш или графит То это тоже можно использовать для рисования Ну, и так, значит, первый был совет, это вот такая заточка рисовальная, вот она Вот Что мы должны иметь? Вот Наждачная бумага Шкурка ее называют Вот, да Она разных размеров бывает Но я беру два размера Я не знаю их точного названия Наверное, вот где-то здесь это можно прочитать По крайней мере, так вот чисто тактильно Та, которая погрубее, та, которая помельче Хотя можно обойтись и одной Я ее нарезаю Вот, нарезал погрубее в данном случае Резать можно ножницами Кстати говоря, они заодно и затачиваются Да, если порезать наждачную бумагу, мелкую только В данном случае сильно крупная Ножницами, то ножницы автоматически затачиваются Ну, до каких-то, до какой-то степени Итак, что мы делаем? Я нарезал такие прямоугольнички Из наждачной бумаги, да? Ну, вот у меня есть пакетик полиэтиленовый А вот, мы возьмем вот этот пакетик Возьмем вот эту наждачную бумагу Вот, примерно такая Вот, теперь самый простой вариант Пополам согнуть, но сгибать я не буду Я воспользуюсь другим приемом И примерно меньше половины, да? Я разрезаю еще вот так Сгибать наждачную бумагу плохо Поэтому я ее вот так вот Таким образом совмещу Возьму скотч Сейчас я ее скотчем соединю Вот так вот И все мои самоделки, кстати говоря Тоже сделаны с помощью скотча Простого клея И простейших подручных инструментов Это мой принцип Вот И получаем Вот такую книжечку Я сделал специально вот этот вот Выступ Есть такой вот Поролон, не поролон Вот так вот получили вот такую штучку как уже назвать не знаю теперь мы ее кладем в полиэтиленовый пакетик и будем испытывать ну и теперь берем нечто кладем сюда это вещь не для дома это у меня вещь для того чтобы делать это где-то на пленере ну что еще заточить есть у нас вот у меня есть такой от уголь вот он видите да сейчас мы его заточим все заточили вот такая получилась лопаточка у нас ну может быть она немного не такая как я говорил и тем не менее мы имеем возможность для рисования все для тех кому хочется и кто любит круглые ничто не мешает делать круглые вот пожалуйста кладите сюда поточили так повернули поточили так повернули 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 и поворачивая вокруг оси мы получаем вот такой идеальный конус все эту штуку можно вот так вот завернуть и положить в карман или куда угодно а потом вытряхнуть эту пыль графитную все пошли рисовать сегодня 7 января 2018 года конечно мы золета вот 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 Продолжение следует...